Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. С 12 по 19 сентября в Люберецкую полицию поступило более 1800 обращений от жителей. За неделю сотрудники правоохранительных органов раскрыли 14 преступлений. Всего за отчетный период возбуждено 20 уголовных дел. Уважаемые жители Люберецкого округа, мы неоднократно и совместно уже и губернатор вам на почту всем рассылку делает. И здесь мы с вами проводим профилактические брифинги о дистанционном мошенничестве. Люди продолжают и врачи, и учителя отсылают мошенникам свои деньги, идут, берут кредиты или онлайн отсылают. Сумма доходит до 6 миллионов рублей. Еще раз, никакой службы безопасности, никакие вам силовики не имеют права звонить. На прошлой неделе на территории обслуживания Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошел один пожар. В поселке Томилино сгорели две иномарки на общей площади 16 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. В связи с началом осенней проверки противопожарного снабжения я прошу руководителя организации, которые имеют на баланс собственные сети наружного противопожарного снабжения и противопожарные водоемы, до 25 числа на мое имя представить в отряд копии актов проверки и испытаний пожарных гидрантов и противопожарных водоемов. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Аварий на сетях электровода и газоснабжений не зафиксировано. На данный момент все социальные объекты подключены к теплу. С сегодняшнего дня отопительный сезон начнется и в многоквартирных домах. Учитывая, что подача теплоснабжения – это не включение электрической лампочки, данный процесс у нас займет порядка пяти дней. И к пятнице мы планируем полностью весь городской округ подать теплоснабжение в жилые дома. В проделанной работе отчитали сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства. Также представители экстренных служб и здравоохранения. Участники совещания ознакомились с обращениями, которые поступают в администрацию от жителей городского округа. Люберчане просят восстановить освещение на эстакаде возле остановки «Мальчики» и на улице 3-е почтовое отделение у дома 37. Все замечания и предложения взяты в работу. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.